Эту фразу сотрудники полиции повторяют сотни раз в день и просят автомобилистов проехать по объездной дороге. В районе спутника По стоит круглые сутки. В помощь ДПСникам по поручению властей города направлены казаки. Мечты горожан сбылись. Теперь зимой и летом сюда приезжают миллионы туристов. И к двум сотням тысяч постоянно зарегистрированных автомобилей каждый день добавляется еще по 10 тысяч. Созданная на курорте к Олимпиаде транспортная инфраструктура избавила город от пробок. Появились объездные и развязки. Но почему-то каждый хочет проехать только через центр города, не обращая внимания на установленные по трассам информационные табло. Мы просим подойти к ним с пониманием. Есть, наверное, реальная необходимость воспользоваться где-то общественным транспортом, пересидеть на маршрутке и тем самым освободить центр города. Может, даже рекомендуем воспользоваться объездными дорогами. Сейчас там нормальная проезжаемость. Проблемные участки Сочи от заторов поможет избавить принятый комплекс мер. Из микрорайона Бытха частным машинам теперь будет запрещен поворот в сторону Адлера. Для общественного транспорта эта возможность сохранится. Также здесь заработает светофор. Он сдержит транспорт сбытки, при этом максимально пропуская поток по федеральной дороге. Соответствующие знаки разметку разместят сегодня ночью. А сочинцев призывают быть максимально вежливыми на дорогах гостям курорта. С заторовой ситуации, которая возникает в городе, они, конечно, наверное, не способствуют какому-то хорошему облику для наших гостей. Поэтому, во-первых, бы хотелось сказать о том, чтобы те уважаемые предприниматели, сотрудники заведений, ресторанов, гостиниц, которые работают в нашем городе, чтобы они старались перемещаться на свою работу на общественном транспорте. Ну, а если все-таки они едут на своем личном, чтобы они парковали свой транспорт не возле своих заведений, оставляете места для гостей, а все-таки на парковках, которые предусмотрены для транспорта личного. Изменится схема движения и в Адлерском районе. В районе заправки у пансионата «Известия» будет запрещен разворот только грузового транспорта длиной более 6,5 метров, который движется из Сочи и поворачивает в сторону Кудепсты. Кроме того, будут запрещены остановки в так называемых подъездных карманах. Автобусная остановка, которая богата магазинами и закусочными, будет перенесена на 100 метров дальше в сторону Сочи, а сам нынешний подъезд закрыт. Также будет изменена разметка на федеральной дороге. Автомобили, разворачивающиеся со стороны Сочи, не смогут перестроиться из ряда в ряд. А в районе железнодорожного вокзала разворот под мостом станет двусторонним. Все эти изменения начнут действовать уже сегодня ночью и останутся на постоянной основе. По мнению аналитиков, такие перемены позволят значительно сократить пробки в городе, тем самым улучшат качество жизни и отдыха на курорте.